САМАРСКИЕ НОВОСТИ СПОРТА А кому, как не представителям администрации, подавать пример другим жителям города? Эта идея принадлежит руководителю департамента спорта города Самара Виктору Виаменовичу Ольховскому. Именно он решил объединить районы, собрать команды и провести такой турнир для того, чтобы выяснить, кто и в каком районе лучше всего играет в футбол. Два дивизиона по пять команд в первый игровой день выявляли сильнейших в группе А. А по жребию это были представители Куйбышевского, Железнодорожного, Красноглинского, Советского и Кировского районов. Состав администрации достаточно спортивный. Неоднократно участвовали во многих соревнованиях и по хоккею, и по футболу. Есть определенный результат не только у сотрудников, но и у жителей Кировского района. Поэтому надеемся все-таки на победу сегодня. В группе определились две команды, которые вышли в полуфинал турнира. Это представители Советского района, не проигравшие ни одного матча, и команда Железнодорожного, уступившая только победителям. Соперниками в полуфинале окажутся две лучшие команды группы «Б». Это администрация городского округа Самара, Октябрьского, Ленинского, Самарского и промышленного районов. Обладатель Кубка исполнительной власти определится в пятницу, 22 июля. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Продолжение следует... Продолжение следует...